Приветствую вас. Давайте разберем ваш текст, ваш вопрос, вашу ситуацию, мне кажется, как минимум, неординарный, по крайней мере, такие истории случаются довольно редко, по крайней мере, люди довольно редко о них пишут. Во-первых, я понимаю, что вам тяжело, я понимаю, что вас это все тревожит, вас это все очень беспокоит, я понимаю, что по факту вы чувствуете, что вас не только пытаются обесценить, пытаются обесценить ваши заслуги, вашу цель, я имею ввиду, получение красного диплома, вот, ну еще и боют почувствовать себя таким, своего рода аутсайдером, не только вас, но и вашу группу, подгруппу, точнее, вот. То есть, здесь мы сталкиваемся с определенной такой кастеростью, наверное, мышлением, вот, со стороны человека, вот, со стороны старости, когда получается, что тот, кто нравится и устраивает человека, импонирует, ему идут, как бы, ну, на передовой, а те, кто по какой-то причине не нравится, человеку не нравится, старости вызывают у нее отторжение или ощущение угрозы, конкуренции, вот, а, соответственно, отодвигаются и показывают, показывают, что человеку эти люди не интересны, то есть, по сути, а, как бы, старости, а, смешивают свои личные и общественные, я не знаю, насколько, профессиональные обязанности, вот, и пытаются все одно реализовать через другое, чем наносит очень сильный, существенный урон вам, что усугубляется, а, некоторыми вашими особенностями. По поводу того, поза ли она поступает и правы ли вы, я думаю, что с этой, вот, позиции, с этой точки зрения, которую вы описали, действительно выглядит все так, что она пытается отсеять тех людей, которые ей не нужны, не интересны, которые вызывают у нее какие-то, ну, как это, негативные чувства, вот, которые не укладываются в ее систему ценностей, в ее систему восприятия и, соответственно, дискредитируют вас. Поэтому, вы правы, это, как минимум, некорректное, неэтичное поведение, насчет подлости, насчет того, правильно ли она поступает, я не скажу, потому что это уже будет некоторая оценка, вот, но то, что человек, боится смотреть правде в глаза и то, что правда, которой ей не нравится, решет ей эти самые глаза, это то, что она, она избегает этих моментов, это очевидно. Вот, поэтому, мне очень жаль, что вы оказались в такой ситуации, мне очень жаль, что вы оказались в таком положении, вот, и мне кажется, что вы действительно очень напряжены, вы действительно готовы взорваться, вот, и, соответственно, весь верность ваших догадок косвенно, она действительно подтверждает эту ситуацию. Хочет ли человек подгадить, как вы пишете вам специально, мне кажется, нет, я не думаю, что здесь дело вашей личности, скорее, это результат продвижения некоторых амбиций с ее стороны, скорее, скорее, это результат попыток достижения ее каких-то своих целей, вот, я не думаю, что здесь лично вы ей не нравитесь, я думаю, что человек, который обладает определенной властью, он видит картину мира, картину общества, в которой он занимает определенное положение, и она пытается эту картинку просто подтверждать. И всех неугодных, всех неугодных, всех людей, которые нарушают картинку, она пытается исключить. Я думаю, что вашей личной, персональной сферы тут нет. Как нет сферы личного конфликта, особенно, если учесть, то вы пишете, что конфликтов между вами не было. Вот. Да. Такие люди, как староста, судя по описанию, ваша староста, судя по описанию, могут некоторые конфликты просто замалчивать, просто игнорировать, вот. А потом, соответственно, выдавать вот такие формы реагирования. Через компенсацию, через месяц, потому что это похоже на место, на место за что-то, это похоже, ну, внешне, похоже на то, что вас за что-то наказывают, похоже на самоутверждение какого-то и так далее. То есть, приходит на ум, первое, самое такое, очевидное, вот, это то, что она выбирает конкурентов, которые способны её заменить, ну, по какой-то причине. То есть, человек болезненно реагирует на конкурентную конкуренцию, вот. Поэтому, да, да, это поведение некорректное с её стороны, совершенно очевидно. Вот. Вот. И я, как бы, охотно верю вам в том, что у вас, может, не могло быть отношений, в том понимании, в каком это у вас есть. Ну, вот для неё ситуация, наверное, складывается совершенно очевидно и по-другому, по-другому. Вот. Такой вот здесь момент. Ведь вы не знаете, как человек реагирует на те обстоятельства, которые для вас являются, там, рядовыми и так далее. Ну, абсолютно зауреально. Ещё, что хотелось бы, наверное, прокомментировать, это то, что психологи не ищут способ доказать в род, человек или нет. Проверкой и созданием детектора ЛЩИ занимались некоторые отдельные учения, которые были связаны, так или иначе, с психологией. Вот. Но вряд ли это можно назвать свойством индивидуального консультирования или свойством психотерапии. На психотерапевтических сессиях, безусловно, психологи умеют выявлять, когда человек говорит неправду. Но у нас это не рассматривается как ложь, у нас это рассматривается немножечко с другой позиции, когда мы видим, что человек неконгруентен. То есть, когда то, что внутри не сорвётся, потому что транслируется вовне, мы понимаем, что здесь есть некоторые конфликты, работаем в цель. В то же время, ложь, любая ложь, это всегда от чувства стыда. То есть, если человек врёт, то это просто, это про какого-то непринятия в себя. То есть, словно говоря, мы скажем, что старости что-то себе не принимают. Ну, например, не принимают, что она может быть не самая лучшая. Не принимают, что она, там, может быть, может чего-то не уметь и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что здесь, в контексте владения навыками и в контексте того, что психологи ищут поиск, ищут способы доказать врёт человека или нет, ну, немножечко, мне кажется, критично здесь, так это, мне кажется, такая довольно критичная позиция. Вот это связано с тем, что вы сейчас злитесь, вы сейчас находитесь в напряжённом состоянии. Вот. Но, тем не менее. Дальше. Можем ли мы вообще помочь решить эмоциональную проблему? Проблема. Можем. Но надо сказать, что здесь, в данном контексте, вы больше опираетесь на факты, нежели чем на эмоции. Эмоции, если идут фоном, они практически вами не выражаются. То есть, единственная эмоция, где вы... Вот, ну, единственное эмоциональное, то, что вы проявляетесь, на мой взгляд, это та... Первое, что, вот, значит, вы пишите... Старство намеренно добавило вас в группу, чтобы скостить потенциальный красный диплом. Это первое. То есть, вот здесь, вот, чувствуются ваши эмоции. И чувствуются эмоции, когда вы пишите, вот, что у вас напряжение, потому что у вас тревожное депрессивное расстройство. И, соответственно, когда вы завалили госы, то есть, вот, здесь вы пишите про то, что завалили госы. То есть, это, вероятно, для вас травма. И, как бы, это вас травмировало. Вот. Вы пишите, что у вас, вот, ну, как-то... Напряжение настолько сильное, что вы во время разговора можете разрываться, что вы чувствуете, как бы, такое вот напряжение. Вот. При этом, есть у вас элементы злости, где вы хотите, хотите, ну, не знаю, отомстите, отомстите, человек, и так далее. Ну, потому что поймаете вы её на уши. Или вы застаётесь, поэтому, как совесть от этого ничего не изменит. Ну, то есть, люди, как правило, такой, с любой позиции, они не уверены, они считают, что они делают что-то на благо, и... От того, чтобы есть что-то докажут, или от того, что... Ах, вы поймаете её на лжи, или от того... Ах, ничего не изменится. Ах, муки совести испытывать... Ах, заставить человека довольно сложно. По крайней мере, если человек уже поступает как-то определенным образом, то он вряд ли испытывает муки совести, или испытывает муки совести, вне зависимости от того, поймаете вы её или нет. Поэтому я бы здесь зафиксировал чрезмерный ориентир на ней, а не на вас. То есть, вам бы сейчас больше заботы и внимания уделять себе, и свою энергию направлять на решение той ситуации, которая сложилась. То есть, может быть, оспорить результаты экзаменов в ГОСС, может быть, что-то ещё, чем вот участвовать в этой борьбе с человеком, у которого есть свои какие-то цели, своя позиция. Вот эта борьба может отнять много сил у вас, и ещё больше ухудшить ваше состояние. Вот, чего мне бы, например, клават не хотелось бы. Мне кажется, что вы достойны большего, чем вот в этих вот боях каких-то, да, в таких вот грязевых боях. В этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать или продолжить работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.